Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллах, аззаваджалля, сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это девятнадцатая серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы видели враждебное отношение татаро-монголов к египетскому государству и их дерзкое письмо с угрозами, в содержании которого говорилось о завоевании Египта, чтобы продолжить идти дальше вглубь Африки. Мы видели деятельность Кутуза, как он побуждал народ встать на путь Аллаха и вести джихад до победного конца, пока татаро-монголы не будут изгнаны из земель мусульман. Мы видели яркую роль учёных, главным образом, Аль-Изза ибн Абдуссаляма, одного из крупнейших учёных мусульман во всей истории. Мы рассказывали о значении великого джихада, которое сохранилось в сердцах египтян в это время, и благодаря которому Кутуз смог убедить народ в его необходимости, напомнив им о светлой памяти Эль-Мансуры и Фарискуры, а также остальных великих и легендарных дней из богатой военной истории мусульман. Кутузда, помилует его Аллах, убил монгольских послов, как мы узнали из прошлой Сирии, хотя мы и сделали некоторую оговорку по поводу этого случая. Мы не оправдываем убийство послов, как бы то ни было, но это было ошибкой великого человека. Ведь велик тот человек, чьи ошибки можно сосчитать. Кутузда, помилует его Аллах, думал о том, как можно поднять весь народ на джихад на пути Аллаха. Нужно отметить, что не обязательно каждый человек должен вести войну с мечом в руках, но народ должен принять трудности войны, джихады на пути Аллаха, сложности, с которыми может столкнуться страна из-за продолжительной осады. Экономические трудности, проблемы в обществе, проблемы со здоровьем, имуществом, проблемы со многими аспектами жизни. Как Кутуз сможет убедить всех этих людей? Как он сможет заставить эмира, визиря или командира выйти с ним на сражение, тогда как вероятность смерти слишком высока? Как он может подготовить мать к тому, что она потеряет своего сына, или жену, что она потеряет своего мужа? Как он может подготовить любого простого человека к тому, что он лишится своих кровных средств ради того, чтобы его страна стала крепче, и чтобы она могла поднять свою голову на международной арене? Кутузда, помилует его Аллах, использовал два крайне важных метода. Первый метод – воспитание на собственном примере. Воспитание на собственном примере – это, в принципе, наиважнейший и наиболее эффективный метод обучения. Что сделал Кутуз, да помилует его Аллах? На всеобщем собрании, в присутствии всех эмиров и визирей, он встал и сказал им коротко и ясно, «Я встречусь с татаро-монголами лично. Я, Аль-Малик Аль-Музафар, находящийся на троне всего лишь несколько считанных месяцев, который еще не извлек пользу от своего трона, как это делают другие правители и султаны. Не получил никакой мирской пользы, я встречу татаро-монголов лично. Я молодой человек, у которого впереди еще длинная жизнь, как это принято. У меня впереди вся жизнь, полное удовольствий, власти и денег, но я решил лично встретиться с татаро-монголами». Кутузда, помилует его Аллах, поступает так, чтобы четко и ясно показать, что он всецело посвящает самого себя этому делу ради Аллаха. Эти слова, произнесенные Кутузом, да помилует его Аллах, затронули чувства многих эмиров и командиров армии. Когда Кутузда, помилует его Аллах, сделал это, все поняли, что он добивается этим лишь довольства Аллаха Аззаваджалля, потому как он не подверг бы себя такой смертельной опасности, выходя против самой крупной армии в мире на то время, если бы он не преследовал в своих действиях довольство Господа миров, субхану ата'аля, стремление в рай и готовность принять мученическую смерть на пути Аллаха. Он понимал, что короткая жизнь с честью и достоинством лучше, чем вечная жизнь в унижении и презренности. Он на деле, на практике, своей жизнью и своим собственным примером доказал истинность известного высказывания, действие одного человека оказывает больше эффекта на тысячу человек, чем слова тысячи людей на одного человека. На самом деле, когда Куттуз начал с себя в деле подготовки к джихаду на пути Аллаха и не стал посылать армию воевать с татаро-монголами, отсиживаясь спокойно в своем дворце, далеко от места сражений, Куттуз не поступил так, да помилует его Аллах. Таким образом, он воодушевил сердца многих мусульман. Во-вторых, он сказал им нечто весьма очень важное. Он обратился к ним, дорогие эмиры мусульман. Он обращается к эмирам и визирям, которые уже долгое время занимают свои высокие должности, кто-то несколько месяцев, а кто-то уже очень много лет. И он говорит им, о эмиры мусульман, много лет вы расходуете казенное имущество мусульман, а сейчас не хотите участвовать в сражении. Он говорит им, долгое время вы получали большие зарплаты, огромные богатства. Откуда вы собрали все это богатство? И сказано, мусульман, и после этого вы еще отказываетесь от войны? Когда приходит время встать перед лицами врагов уммы и противостоять этой ужасной монгольской оккупации, вы пятитесь назад и отказываетесь сражаться на пути Аллаха? Он хорошенько встряхнул их, дорогие братья. Он видел их насквозь. Обязанности эмиров и визирей в это время потеряли все свое значение. После этого он сказал им, я же отправляюсь. То есть как? Я иду сам. Я же отправляюсь. Тот, кто изберет джихад. Обратите внимание, он подчеркивает это слово именно джихад. Тот, кто изберет джихад, пусть идет со мной. А тот, кто не выберет этот путь, пусть вернется к себе домой. Затем он произнес важные слова. Он сказал, и Аллах видит каждого из вас. Видите, как он возвращает всех к правильным основам. Я не буду воевать из-за того, что Аль-Малик, Аль-Музафр, Кутуз повелел мне это делать. Я не буду воевать из-за того, что стыдно перед людьми быть дезертиром. И я не буду воевать, защищая свое богатство, свою власть и свое место. Я сражаюсь, потому что Аллах, Аззаваджалля, наблюдает за мной. Аллах постоянно с нами, дорогие братья и сестры. Если предводитель смог добиться осознания народом и мирами и визирями того, что Аллах, Аззаваджалля, смотрит на них и наблюдает за их действиями, то он добился успеха. Потому что Аллах, Аззаваджалля, с ними и в малом, и в большом, и днем, и ночью, и в каждом городе или в селе в этом мире. Это так. Кутту сказал им эти слова и возбудил ревность в их сердцах, добавив, и вина за семьи мусульман будет лежать на тех, кто не выйдет из вас. Когда татары-монголы войдут в страну и пленят женщины, детей и мусульман, вина всего этого будет на шеях тех, кто не выйдет на джихад на пути Аллаха. Он возродил в их сердцах любовь к Аллаху Аззаваджалля, желание получить степень мученической смерти шахида на пути Аллаха и стремление в рай. Он напомнил им о божественном контроле за ними в каждый момент их жизни. Он вызвал в них ревность к своим семьям и семьям мусульман. Говоря все это, Куттуз все больше и больше задевал чувства верующих, пока в итоге он не встал и не сказал такие слова, после которых все мамлюки разразились, плачем и ответили, «Мы будем воевать с тобой на пути Аллаха». Он произнес золотые слова, слова, которые заслуживают быть принципом всей жизни. Он сказал, кто же позаботится об исламе, о эмиры мусульман, если не мы? Дорогие братья и сестры, если каждый мусульманин искренне и честно скажет эти слова, исламская община никогда не придет в упадок. Кто позаботится об исламе, если не мы? Это индивидуальная ответственность каждого человека. Во времена слабости, трусости, безропотности и упадка духа, считая, что помощь придет откуда-то извне, придет из соседнего дома, придет из-за границы или даже и вовсе из чего-то внеземного, ожидая какого-то чуда из чудес, все ожидая и ожидая, и так прождав всю жизнь, дорогие братья и сестры. Искренний же мусульманин, мусульманин дальновидный и сознательный, прекрасно осознает значимость индивидуальной ответственности. Кто же позаботится об исламе, если не мы? Кто же поддержит эту религию, если не пошевелишься ни ты, и ни я, и не каждый мусульманин, ревностник этой религии, дрожащий этим шариатом, стремящийся распространить эту прекрасную религию во всех уголках земли, переполнились сердца мамлюков чувствами, что они разразились плачем и встали вместе с Кутузом, да помилуют его Аллах, объявив, что они будут вести джихад на пути Аллаха. Они сказали это искренне, дорогие братья. Как вы думаете, все ли люди согласились вести джихад? Нет, некоторые люди замешкались, некоторые испугались, некоторые скрылись, а некоторые и вовсе сбежали из Египта. Кто-то бежал в Судан, кто-то в Хиджаз, а кто-то в своем бегстве дошел до запада арабского мира, Марокко. Представьте себе, они бежали, бежали далеко от всей этой истории со сражением, от всего того, что называлось джихадом на пути Аллаха. Как вы думаете, пытался ли Кутуз отговорить их от этого и вернуть их в строй? Думаете, он обратился к этим беглецам, уклонявшимся от военного призыва и дезертировавших из армии с требованием вернуться? Нет, в армии есть свои особые правила. Никто в армии не должен воевать под принуждением, никого нельзя заставить. Воин должен сражаться по своему собственному волеизъявлению и желанию. Дорогие братья, если бы эти малодушные капитулянты находились в составе армии, они бы подрывали ее устои изнутри, они бы стали помощниками врагов этой армии. Наш Господь, Субханава Тааля, говорит в своей священной книге, если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников. В нахождении лицемера в рядах мусульман заключается серьезный риск. Чревато неприятностями то, чтобы человек, поддерживающий на словах джихад, но в сердце скрывающий козни и заговоры против мусульман, выходил вместе с ними на сражение. Поэтому лучше, если такие люди сбегают до самого сражения. Если количество воинов в армии мусульман уменьшится и останутся лишь искренние и уверенные в обещании Аллаха Аззаваджалля, то это намного лучше, чем многочисленная военная сила, не придающая Аллаху значения и не отдающая ему должное. Поэтому Кутузда, помилует его Аллах, не стал им препятствовать. Он довольствовался теми, кто пришел по своей воле и желанию, воевать с ним под знаменем ислама и вести джихад на пути Аллаха. Затем Кутузда, помилует его Аллах, взялся за экономическую сторону подготовки армии. В Египте в это время сложилась крайне тяжелая ситуация. Глубокий экономический кризис. Что же делать? Нам нужно приготовить оружие, нам нужно приготовить крепости, нам нужно приготовить армию и вооружить ее. Нужно обеспечить средствами всех жителей. Татар-монголы, возможно, возьмут страну в осаду. День, два, месяц, год. Мы ранее уже видели годы осады некоторых городов. Если это произойдет, справится ли народ с этой тяжелой экономической блокадой? Да, мы по максимуму подняли моральный и боевой дух народа. Это самый превосходный способ добиться желаемого снисхождения помощи Аллаха мусульманам. Но как Кутузу, да помилует его Аллах, подготовить свою армию материально? Откуда взять средства, чтобы подготовить армию качественно, по-настоящему? Кутуз, да помилует его Аллах, как обычно в таких ситуациях, в таких делах созывается вещание из знати народа. Каждую веку своей жизни, братья и сестры, он согласовывал с советом. В этом совете сидели мамлюки Бахрита рядом с мамлюками Муизитами, эмира с визирями, а также ученые Факихи. Все крупные фигуры страны в науке, в интеллигенции, в политике, в администрации и в экономике. Он собирал этот консультативный совет перед каждым шагом в своей жизни. Он собрал всех и затем обратился к ним с вопросом. «Перед нами большая проблема. Нам нужно подготовить армию. Что нам делать?» Затем он озвучил свое предложение. Он предложил обложить народ налогом для того, чтобы подготовить армию к этой благородной цели. Это важная миссия – джихад на пути Аллаха. И в пользу обложения налогом в это время любой человек найдет оправдание, шариатское обоснование и понятное объяснение. Кутуз сказал это, но он ждал взгляд религии на это. Он ждал мнения ученых. Он не ждал мнения ученых лишь для того, чтобы дополнить общую картину. Некоторые ученые издают фетвы согласно прихоти правителя, что бы он ни пожелал. Однако ученые во время Кутуза допомилуют его Аллах, во главе с Аль-Иззом ибн Абдуссалямом допомилуют его Аллах, не были подобны таковым. И Кутуз допомилует его Аллах не был подобен правителям, которым нужно воображаемое поддельное шариатское решение лишь в качестве приукрашивания выбранного курса правления. Поэтому Кутуз допомилует его Аллах прислушался прежде всего сердцем, а не только ушами ко мнению ученых в этом вопросе. Аль-Изз ибн Абдуссалям в этот момент встал и произнес ценную, блистательную речь. Смотрите, что он сказал допомилует его Аллах. Когда враги государства стоят у порога, когда в страну приходят враги, в нашем случае татаро-монголы, пришедшие в Египет, всему миру необходимо дать им отпор. Всему исламскому миру нужно объединиться в борьбе против врагов, так как они вошли на земли мусульман. Мусульмане обязаны отразить наступление оккупационных сил. Нет в этом сомнения, и все ученые солидарны с этим. Мусульмане обязаны освободить каждую пять земли, которую оккупировали в их странах, сколько бы времени не прошло. Это первая часть его фетвы. Затем он продолжил. И разрешено требовать от народа то, что поможет их оснастить. Дозволяется взять от жителей то, посредством чего будет вооружаться армия. С условием. Слушайте внимательно. Тут Аль-Из ибн Абдуссалям приводит удивительные условия. Обратите внимание, единственный налог в исламском обществе это закат. Мусульмане выплачивают лишь закат и ничего больше, кроме некоторых особых случаев, одним из которых является именно этот случай, о котором говорит сейчас Аль-Из ибн Абдуссалям. Мы можем требовать от народа некоторое имущество сверх заката для определенной благородной и великой цели. Однако и в этом случае нужно отвечать двум условиям. Первое условие. Чтобы в государственной казне не оставалось ничего. То есть нельзя требовать денег от народа, а затем взять и положить это в казну, не вооружая с помощью них войска. Эти средства собираются лишь по мере необходимости и ничего из собранного нельзя откладывать в казну. Второе и очень важное условие. Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, говорит со всей строгостью и ответственностью, смело и решительно. Вы должны продать. Кому он обращается? Он обращается к Кутузу, да помилует его Аллах, правителю Египта и ко всем Емирам и визирям. Он обращается ко всему правительству в целом и говорит им, и вы должны продать все ваше имущество, всю вашу собственность. У каждого из вас по дворцу или по два. У вас верховые животные, у вас дорогие одежды, у вас редкие драгоценности и много денег, и еще много чего другого. Откуда это все? Все это из казны мусульман. На протяжении долгих лет вы получали высокие платы из казны мусульман. Так вот он сказал им. И вы должны продать все свое имущество, всю свою собственность. И каждый из вас должен ограничиться лишь своим конем и оружием. В этом деле вы должны скооперироваться с простым народом в равной степени. А если же вы возьмете средства у простых жителей, оставив имущество и дорогую собственность в руках командиров армии, эмиров и визирей, то тогда нет. Посмотрите на эту фетву. Посмотрите на смелость. Посмотрите на величие этих слов, дорогие братья. Мусульманский правитель не может обложить народ этим налогом, в то время как он вместе с правительством наслаждается всеми благами зажиточной жизни, прекрасными дворцами и огромным богатством. А людей, которые и так зарабатывают себе на жизнь с тяжелым трудом, еще и обязывают уплатить налог, чтобы подготовить армию к джихаду на пути Аллаха. Как отреагировал Кутуз, да помилует его Аллах? Хотя мы и сказали, что это удивительно смелая фетва, но еще более удивительна реакция на нее Кутуза, да помилует его Аллах. Он встал и необычайно уверенно сказал, да, я первый продам все, чем я владею. И он продал все, что у него было, да помилует его Аллах. Он продал свой дворец, он продал все свое имущество, все драгоценности, которые были у него. Он пожертвовал всеми своими средствами и оставил себе из всего своего богатства лишь своего коня и оружия. В этом за ним последовали и эмиры. И армия была подготовлена самым, что ни на есть шариатским образом. Братья и сестры, это победоносная армия. Армия, которая подготовлена и вооружена таким образом, эта армия непобедима. Как вы думаете, что сделал Кутуз после этих необыкновенных, но важных шагов, после этой блестящей подготовки, где он собирался сразиться с татаро-монголами и как отреагировали мамлюки на выбор Кутузом да помилует его Аллах вместо сражения. Все это и не только мы узнаем из следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я веряю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов. Саламу алейкум в рахматуллахи в баракатуху. Саламу алейкум в рахматуллахи в баракатуху. Продолжение следует...